Добрый день, уважаемые дамы и господа, мы продолжаем обзор нашей научно-изыскательской деятельности, а именно с точки зрения расследования содержания Академии Меча Джерайва Тибло, настало время перейти к главе номер 10. Эта глава является логическим продолжением предыдущей девятой, она касается непосредственно чувств. Если коротко суммировать предыдущий доклад, мы говорили о том, что у нас существует несколько значительных принципов, а именно принципы вращения, принципы работы с массой, принципы градуирования, деградуирования, и мы, пожалуй, на этих трех основных принципах можно остановиться. Почему? Дело в том, что десятая глава, она является интеграционной, то есть в этой главе, посредством примеров, Тибло не дает каких-то новых принципов, он показывает, каким способом в рамках 14 кругов взаимодействуют два человека, Александр и Захарий. При этом, как мы помним, в Захарии метод его поведения и изучения заключается в том, что он учится у противника своего, у Александра, и потом против него пытается применять его же методы или его же способы. Александр, обладая более высоким уровнем подготовки, показывает, как можно с этим справиться. Итак, первое ощущение, насколько мы здесь при исследовании десятой главы, это то, что здесь сказано, что, опять-таки, он напоминает, что очень много информации мы получаем посредством чувств, а именно посредством контакта. Но существует совершенно конкретная точка, когда можно переходить к чувствам и начинать своим чувствам доверять, что или не пользоваться той информацией, которую они дают. А это называется точка сцепа. То есть, пока не возникло сцепа, пока не возникло контакта мечей, наш приоритет двигательных реакций основывается на зрении. То есть, когда вы находитесь на первой инстанции или на расстоянии больше, нежели первой инстанции, и меряете, каким образом вы будете применять какие-то технические действия, зрение является ключевым фактором. Но, как только вы скрестили мечи с противником, это значит, что расстояние между вами уже гораздо меньше, чем первая инстанция. Это значит, что вы, как минимум, находитесь на положении третьей и второй инстанции, что, собственно, здесь в том числе продемонстрировано примерами. Так вот, сказано, что есть некоторые моменты и телодвижения, которые могут показаться бывать им странными. Но мы встали на путь толкования бесчисленного числа хороших и устроенных изобретений, которые человек может использовать для своей защиты. И здесь он сразу предупреждает, что даже сорок и попугаев люди обучают человеческой речи, которая совершенно чужда. И если уж сороку можно научить тому, что уж чуждо, то уж человек в том числе это получить не заставит особого труда. К тому же, логически обосновывая те или иные вещи, мы приходим к пониманию, что не так уж и они чужды. Ну, например, совершенно не чужды человеку принцип того, что работать нужно больше против меньшего. То есть, когда ему противопоставляется, например, третья или четвертая мера мяча, которые являются слабыми, соответственно, нужно противопоставлять более сильные меры мяча. Но в данном случае возникает вопрос. Что делать, если мы противопоставим противнику самую сильную мера мяча, плюс сверху нагрузим массой, плюс работаем на замахе? То есть, если мы примем во внимание абсолютно все советы, которые Тибо давал до этого, что тогда в таком случае делать? И в том числе здесь есть святые примеры, которые это показывают и кто это использует. Чем 9 и 10 главы с точки зрения технических элементов отличаются от других глав? Здесь мы видим не только такие движения, как вольты, которые являются резкими поворотами корпуса, а именно посредством этих примеров Тибо бычет показать принцип, что работа вращением быстрее, чем работа линейным действием, то есть по прямой. Но помимо всего прочего, он на примерах 9 и 10 главы, которая водичем из нее проистекает, показывает, что когда вы имеете дело с противником, вокруг противника будет сцена разворачиваемых событий, она бинекулярна, это 360 градусов. И что вращать вы можете не только свое тело, но и тело противника. И мы впервые в этих главах видим такие примеры, когда Александр, один из учеников Тибо, заступая за спину противника. То есть эти вращательные движения, они уже изменяются именно с точки зрения дистанции, с точки зрения применения этих принципов. То есть там есть такие моменты, которые описывают, что как бы Захарий яростно не кидался на Александра, как бы он там попытался применять те или иные вещи, Александр дает ему играть первую часть своего плана. Но на второй части плана, когда, например, на вынимание руки или на изменении позиции, он меняет свое местоположение. То есть, по сути, мы могли бы сказать, что одним из главных принципов, которые здесь существуют, это то, что в первую очередь реакция должна быть за счет ног. Первая реакция – это ноги. И последняя реакция – это ноги. И срединная реакция – это ноги. Вообще, ногам тегло уделяет огромное внимание, огромное значение. И вы, если будете читать на французском или на каком-то другом языке, если, конечно, одно и житель, вы будете видеть, что ногам огромное внимание уписывается в каждом примере. Куда ногу ставить? Куда переносить массу тела? Каким образом подтягивать вторую ногу? Как это рассматривается и доказывается с точки зрения пропорций? Потому что в бою, по сути, из-под мяча противника выносят только ноги. И, конечно, хорошо знать о чувствах, знать о контакте, и прочее, прочее. Но первое, с чего все начинается – это ноги. Следующий принцип, который здесь черный по белому прописан – это принцип, который гласит, что нужно работать большим против меньшего. Всегда нужно организовывать в себе преимущества. И делать это раньше. Всегда нужно ставить противников в удобное положение. А это можно сделать, руководствуясь минимум несколькими принципами. То есть, если вам мяч противника представит какую-то меру, используйте большую. Если вам мяч противника дает какую-то массу, пусть он воспользуется своей массой. Измените траекторию движения мяча, и он пролетит мимо вас. Если ваш противник, наоборот, скажем, выжидательную какую-то тактическую, оборотную, оборонную позицию принял, ничего страшного. Здесь показаны меры, которые позволяют работать с прямой линией абсолютно безопасно для себя и опасно для противника. Если ваш противник настолько уж умется с какой-то мерой, что он все три-четыре принципа против вас использует, его показывает. Таким способом можно переходить ногами и менять позицию мяча из нижней позиции в верхнюю позицию. Таким образом, что обязательно у противника будет открыто либо плечо для дальнейшей атаки, либо голова. То есть, по сути, что мы можем сказать по десятой главе? Помимо применения вот этих принципов, мы обязательно возвращаемся ко всем принципам предыдущих девяти глав, потому что здесь показано, как они работают друг с другом, и то, что работают они идеально. То есть, это как некие элементы, это кирпичи конструктора, которые вы можете, скажем так, и должны, более того, если хотите, опять-таки, это же средневековье, нужно пошлить подольше. То есть, эти принципы, они работают и по отдельности, и работают вместе. Собственно, на этом десятая глава и заканчивается. Она заканчивается советом, что обратите внимание, что прежде чем давать какие-то комментарии и прежде чем выражать такую собственную точку зрения, вы посмотрите на картинки, посмотрите на рисунки, посмотрите на принципы, посмотрите, почему они такие, и только потом уже давайте свою оценку. И каким бы ожесточенным противодействием, противостоянием не занимался ваш субтитрик, насколько бы он физически вас, так скажем так, не был сильнее, или насколько бы он там хитрее, не старался оказаться посредством своих винтов, всегда существует оружие, которое превыше всего остального, оно называется интеллект. Потому что любую хитрость можно повыше, всегда победить мастерством. Вот, судительно, краткое содержание десятой главы.